Что ж, у нас была очень большая техническая пауза, спасибо Габену за это, и, конечно же, дота вернулась, дота вернулась, мы очень рады, надеюсь, вы успели подкрепиться, а если не успели, то для вас есть партнер нашей трансляции, крекеры ТУК. Играя на максималках вместе с новым вкусом краба ТУК. Ух, краб новый. Что ж, мы возвращаемся, на самом деле, драфты прямо сейчас уже будут, лобби стартовало, партнер ждали. Моя любимая спицей. Твоя любимая спицей? Да, они вкусненькие, чётненькие, с луком. Я надеюсь, что мы позвоним. А я жду с раками. Мне кажется, что она ужасно похожа на краба по вкусу обычно. Ну, среди вот, знаешь, если брать какие-то снайки, то обычно вкус похож. В снайках, да, конечно, типа хорошо и хорошо, но два раза на хорошо. Да, да, если мы говорим про реальные вещи, то да, но про вкусы с точки зрения добавок, да, и так далее, это немного другой стиль. Вот, короче, у нас сейчас вторая карта, на самом деле, будет Империи против Ликвидов. Кто забыл, Ликвиды у нас напикали Венгулуну и компанию, короче, для того, чтобы сыграть хороший темп, сыграть хорошие ауры и так далее. Они немножко поторопились, зашли слишком рано на ХГ, после этого отдали Луну, после этого отдали Рошана. И Спектра вместе со Штормом от Империи выиграла первую карту. Таким образом, у Лайтнеса и компании, во-первых, уже появились очки дополнительные, а у них реально хорошее сейчас место в таблице, потому что они обыграли 2-0, 2-0, да, Alliance, вот, и проиграли. Три очка. Да, и одну очко, по-моему, забрали еще, в другом нет? 0-2. 0-2 они проиграли, да, ну, в общем, в целом, сейчас у них по счету 3. 0-2 от Непов, 2-0 Alliance, и сейчас уже одну очко они заработали. То есть, минимум, 4 очка из 5 нужных они набрали. Да, молодцы. В общем, в целом, они борются, напомню, за выживание в группе, но как борются за выживание, мы их автоматически, как аутсайдера, да, ставим за выживание, потому что два последних места, именно 5-е и 6-е, у нас вылетают из турнира, 3-е и 4-е вылетают в сетку лузеров, ну, и 1-е и 2-е попадают в Венера, и там уже важно, на каком месте из 1-го и 2-го ты находишься, потому что, соответственно, с той группой, которая, да, что ты хотел сказать? Я говорю, если они сейчас тут закрывают 2-0, то у них очень хорошие шансы уже на попадание в плей-офф без разницы, верхнюю или нижнюю сетку, но очень хорошие шансы, потому что, ну, 3 очка, они есть 3 очка. Так и есть, это сильный комментарий. Спасибо большое, если шла, то обращайся, а то драфт начнет. Надеюсь, что я потом книжку еще увижу в твоем исполнении с цитатами. Визаж, Феникс, Ликантропы и Шадоу Демон забанили Империя, в свою очередь у нас Бисбисмастер ЭТК и Фуриона и Чена решили играть Ликвиды. Посмотрим, насчет чего они сейчас будут раздрафчивать. Напомню, что они больше у нас про ауру такие парни, и вообще про максимальный тимплей. Ну, если они про ауру, то все справа как бы тоже просажены. Все баны в их исполнении, да, это все про ауру, они все просто убрали. Ну и снова Импер Спирит. Самое главное, что они убрали Фуриона. Интересно, кстати, будут ли Имперцу... А, нет, не хотят Квапу, которая, опять же, да, не в бане осталась. Они решают выйти в Оракла плюс Баншу. Интересное решение. Довольно хорошая с точки зрения связки, там, в мидгейме, да, если Банша живет долго, она... Знаешь, тут с каждым в нем обыденность появления именно этой даблы, оно все ниже и ниже. Слишком часто все ее берут. Ну, в СНГ вообще Баншу обожают. Да и Оракл тоже так-то у нас. Опять же, учитывая, что мы смотрели по Эпик Прайм Лигу, по Римач Лигу и так далее, у нас везде там играли ребята с Флайт Тумона, они Баншу там вплоть до пятой позиции. Просто с каждой герой, если она есть, все, забираем. Наш герой, поехали. В принципе, оружие ликит. Они любят эти связки вначале брать, и как раз ДП, и Оракл, это вот из их серии. Да, но связка справа-то мне нравится побольше. Как там говорит Ярик, на линии это худшая связка, а по игре одна из лучших. Keeper of the Light. Это, кстати, классическая, да, теперь связка уже на сайд-линию Эмбер. Ну, можно на сайд-линию, опять же. Есть концепт в том, что у тебя когда-то котел имеет чакру, четвертый уровень, когда-то Эмбер имеет 4-4, первую, вторую обилку, и ты просто кидаешь. Привязывай героя, и у тебя, ну, по окончании первых рутов есть сразу вторые. И там колоссальный урон, колоссальный, даже без вещей. То есть ты просто голым героем приходишь, и можешь там, ну, словно, 4-5 позиции их сделать, и просто иметь на двух саппортах тысяч, там, 1200 магического урона из ничего. Не говоря уже про дизейбла. Я хочу, чтобы имперцы построили свой пик так, чтобы они вышли на вот этого персонажа, который просто халяву ломает Вилла Висп. Потому что он реально очень по драке мешает. Либо Ластиллера, там, ну, в общем, всех вот этих, да, персонажей, которые это умеют делать. Ну, тролль уже уехал в бан, или нужно помнить? Не тролль. Вот именно тот парень, который это будет делать в встроенном Блэккенбаре. Хорошо. На ранних минутах. Хорошо. Пусть будет так, и про то, что уже забанили тролля. Сейчас вопрос о банах слева, потому что стандартно это Лондруид, следующий бан это будет от них Бруда. И вопрос в том, вспомнят ли, скажем так, захотят ли делать так, или все-таки отдадут. Потому что я не помню игры, за последних, наверное, недели пять, где бы Ликвиды не брали этих героев, если им их оставляют. Ну, Бруда, понятное дело, это вообще про Ласпик, Медуза. Интересно. Интересно, да. Ну что, я голосую руками-ногами за Лондруида. Направо, налево. Надо вот брать героев из расчета, что он появится. А не на их, если это для Империи, раз они Медузу убрали, и против них котел. Да, против Медузы много кто-то так интересно смотрится. В том плане, что она вот нажимает ультимейт, фармит, и ты ничего не делаешь. То есть ты можешь там какого-то Урсу вспомнить без проблем. Ну, банишь Медузу, убираешь Никса, чем перепикаешь Никса. Что? Что? Была у нас игра вчера, да, мне кажется, где взяли Медузу против Имперцев на ФП. Они забрали Оракула Никса, потом выяснилось, что Медуза, когда доформила, драка уже как бы выигранная. Вся игра была. Они забрали Чену Никса в двух играх. Ну, да-да, Чену Никса. Короче, забрали двух таких же примерно героев, и судьба была в том, что там МК в соло эту игру вывез. Медуза не нужна была. И здесь почему-то именно не сделали ставку, хотя очевидно, что корень пока что всех бедств в том, что им надо будет тимфайт как-то выигрывать, и это не так просто. Потому что, опять же, Импер Спирита, он, с одной стороны, ловит, а если это происходит где-то в драке, то есть за первый спел, можешь наказать за второй, нет, за третий, может, за четвертый, нет. То есть карапасы надо очень филигранно так-то сработать, что не очень просто. Опять же, Вилл Висп герой не ломает. Да-да. Пока страдают всегда против ультимейта котла. Ну, или не, он здесь проигрывает с каким бы то ни было тройкой. Никс здесь с ДП может изи-лайн выиграть. ДП-Никс сильный лайн. Думаешь? Да. Будет обидно, если они вместе не пойдут на центр. Да. Нет, ну это вполне возможно, да, банша тройка. Кто знает. Мне тоже сильный лайн, Никс хорошо ее просто прикрывает. Если под, как раз, под сифон станчиком попасть куда легче, чем просто, да, в быстрого котла. Окей. Клокверк. Не знаю даже, зачем он здесь. Опять же, в зоне теркло, искать его по драке, просто на него напрыгивать, чтобы он ультимейт китал на себя. Защищать Виллу Висп. Защищать Виллу Висп, например. Неплохо. Когом можно. Нормальный такой файт-сетап, да. Еще Виженс вверху. В будущем Виженс таланта на Труссайд против Никс Асасина. Ну, это, наверное, такой уже. Слишком далекий план. Я думаю, что об этом в последнюю очередь ребята думают. Вкручиваю. Это некто Ванскор когда-то говорил, что, типа, лучший вариант поднять склокверк, это дать им Труссайд 10-му лебели таланта. Не знаю, мне нравится какой-то сейчас Лайстиллер. Можно взять Луна все-таки. Луна. Луна. Луна, видишь, совсем не метовый. То есть все предотвучают любого героя, но не Лайстиллера. То есть мы с тобой видели сегодня уже антимага, видели сегодня спиктеру. А чем тебе он не метовый? У тебя сейчас метовый не герой, у тебя метовые сейчас билды. У тебя как бы каждый герой собирается одним и тем же билдом с первой позиции. Ты собираешь там либо Молния, либо Battle Fury, и потом чуть ли не вторым артефактом выходишь в Abyssal Blade. Звучит неплохо. Я боюсь, что это связано с тем, что, опять же, проблема в том, что противник берет какого-то СПЛа и так далее. То есть более профильного профития героя. И вот все метовые герои, которые есть сейчас, то есть Кунтиурсы, ну в целом Лайстиллера кушает. ПЛ, ну в целом Лайстиллера кушает. Там смотришь на еще кого, какие герои берут. Большинство из них он именно съедает. Лайстиллер на темпе, он хорошо смотрится против Лансера. Он, кстати, ему не очень сильно прям проигрывает. Вопрос, не слишком ли легко здесь добираться до Луны и бить ей лицо. Достаточно. Ну опять же, у них есть условно Oracle, то есть у тебя какого-то нового героя, на котором нет фокуса, он сейвит. Окей. Вопрос, как засейвить себя. То есть от кого еще придется себя сейвить, потому что очевидно, что у нас сейчас... Ну Эмбер это 1-2, какая-то из этих позиций. Кто-то будет под Клокверка. Клокверка, я не знаю, будет здесь 3 или 4, они, может, часами пока не решили. Здесь проблема остается с тем, что вот помимо вот этих героев, в К2, из которых уже добираются, может еще появиться какой-то. Винга. Клопа, на самом деле, все еще в строю, в пуле, почему бы... Клопа отлична для имперств, потому что они могут триплу тогда поставить. Опять же. Либо Клопу, ты стоишь на сейдлайн. Он тоже прыгает. Тоже добирается. Опять же, они очень хорошо реализуют и ультимейт. Я просто совершенно не понимаю, зачем здесь луна. Она настолько здесь беззащитная, если до нее добираются, добираются здесь все. И ликвиды добирают еще одного героя. Это вначале до нее добирается. А дальше она идет под Ораклом, и до нее никто не добирается. Ну, видишь, есть такая небольшая проблема, связанная с количеством дизейблов сейчас со стороны перцев. То есть нюкс, это, считай, их единственный стан, такой хороший. И попасть им тоже не так просто будет, тем более попасть хорошо. То есть им взять, нужно укреплять себя в плане дизейблов. Потому что тебе нужно будет одним станом нюкса, не таргетным, вот это вот все, попасть. И помешать патме, помешать эмберспириту. И вот это все сделать. Из позитива и эмбера, и котла, и патму довольно просто ловить на карапас. Потому что, во-первых, патма дает стартбол. Соответственно, у тебя эмберспирита вокруг себя сжжется по КД. То же самое касается котла, если он задувает. Это все неплохо ловится в мидгейме где-то под сайлентс ДП. Опять же, ты просто какой-то сифон кинул, код на карапас поймал, сайлентсом все накрывает. И пока вот эти стартовые артефакты в лице Иуллов не появились, у эмбера и у Эмираны, то ты начинаешь страдать. Там Манта Стайл, понятное дело, еще можно собрать и так далее. Ты просто страдаешь под сайлентсом ДП, потому что он сильный, он ОЕшный, он может сразу несколько героев накрыть. И ДП как раз на этих минутах, она уверенно доминирует. Ждем, что решат тут у нас империя. Ну, налево, по идее. Я бы ДП в центр все-таки ставил. То есть, допустим, минус оффлайнера какого-то надо сделать. Ну, посмотрим. Зависит еще от ласт пика. Ликвид, они будут видеть же противника полностью все пять героев. Да, но я про то, что я бы со стороны Ликвидов убирал бы сейчас Андерлорда, например. Вот что-то такое. Димон одобряет. Уточки, уточки от Димона. Он у нас инстамодель, поэтому... Есть инстаментяй, это инстадимон. Инстадимон. Байнт Ланцера. Опять же, что против Луны проблем не составил он. Тролль, кстати, тоже минус. Луна его очень не любит, потому что троллит психованный персонаж. Ну, какая-то спектра, что у нас там еще есть из таких героев. Но вообще я допускаю все-таки, что он на Семер будет в легкой линии. И вопрос у меня только в том, что Патма это может быть четверка по тройку Клакверка. Ну, там три по четверку. Очень похоже, что это два готовых лайна. Да, да, да. И что, на самом деле, мидер какой-то появится. Да, ПЛ имперцы не угадали. А если ты не угадываешь вот в таких моментах, то противник сейчас может немножко развернуться в стратегиях своих и чем-то удивить. Какой-нибудь Темпларку можно еще направо. Да Клапа все еще осталось в пике. Бруда. Началось. И у вас пик для империи. Короче, нужно разводить лайны ДП вместе с Никсом в сложную. Луну, соответственно, 40 ламм в легкую. И на миддл ты стоишь героя. А вот кого поставить? Во-первых, есть Кентавр. Опять же, у тебя не хватает просто этой трешки, которая Марс, опять же, неплохо смотрится под щит, под Гоц Ребюк. В общем, кто-то из силовых персонажей, у которого Бруда просто не ест. Кентавр мне нравится, вот в миддл, если отправить. Не знаю, мне больше такой Тайтхантер нравится. Тайтхантер, опять же, мы упираемся в Тайтхантер, потому что у нее долгие куда-то она нравится. Да, но смотри, то есть Кентавр приходит, он условно за Брудой стоит, но она забирает всю там линию, забирает все леса, то есть ты просто стоишь. Тимбер идеально. Ну да, окей. Такие вот герои, просто которые с полученного фарма вот этого, на своей линии, который не умирает от Бруды, будут опасны для противника. Кентавра тоже опасны. Да, вот все-таки он соберет даггер, ворвется, не даст стоп. То есть сначала с вангарда начинаешь, а потом уже даггер. Возможно. Ну, короче, я считаю, крыши. Вот правда, кроме этого Патма еще будет помогать прилетать. Мне не нравится, что нет вот этого персонажа, который не ломает, который ломает, то есть Вело Виспы, он просто отсутствует. И кто это будет сделать? А Двус Пустанов тебя не напрягает? Нет, меня не напрягает это, меня напрягает отсутствие Вело Виспа, потому что ты вот будешь бежать на него, пытаться ломать его, и у тебя это не будет получаться, тебя просто будут убивать. Либо тебе полностью ломает позиционку, поэтому, наверное, я на этой карте тоже, наверное, на Ликвид поставлю, хотя слева пик неплох. Ликвид, Ликвид. Ликвид, Ликвид. Мы же порешали, просто подумаешь, что я уже сказал. Хорошо, хорошо. Давай посмотрим, что тут у нас с Вулканбетами по их коэффициентам. Они думают, что Ликвиды здесь все еще... Хотя теперь уже немножко аутсайдеры за то, что первую карту проиграли, но да, с ними 1-0, они... Да, с 1-0 имеют такие коэффициенты, это реально здорово. Да, 1-92 у нас на Ликвид. Друзья, отправляемся к комментовачам, там хлопцы уже заждались, как и, в принципе, мы всей этой игры... Да, пауза была достаточно такая продолжительная, убаюкивающая. Вот вопрос, убаюкала ли она команда или нет. Сейчас мы это узнаем, но и Димон, я так понимаю, готов уже там удушающий проводить относительно Мираны, потому что есть претензии у него к этому герою. Пока нет. У меня к ней претензии, когда она появляется не в нужном месте, не в нужное время, а сейчас более-менее она прыгает. И кетча мало. Кетч отсутствует. Такой сочный кетч. Интересно получилось лучший комментатор, потому что он всегда знает, когда написать ГГ. Об этом мы говорили, что у Димона всегда есть лучший момент. Нет, есть лучший момент, есть просто момент. Нет, ну ты обычно как говоришь? Я обычно... Сейчас идеальное время, чтобы написать гудгейм. Нет, безусловно. Ну, как бы, если бы я был в игре, многие, не знаю, могут посмотреть записи и так, где мы, Natus, Vincere, там, я, Пупе и прочее, где команда со мной писала гудгейм, там, когда, грубо говоря, на нас сделали пять фрагов, делали все, мы пишем гудгейм и уходим. И, соответственно, ничего плохого в этом нет. Все рано или поздно научатся это делать. Там, Пупей научился, Виртуса научились, там, другие команды тоже научились. Все рано или поздно этому научатся. Вопрос в том, что время не пройдет. Вопрос в том еще, как справиться с Брудой в этой игре, потому что мы знаем, Койка умеет. Ну, скорее, дело не в Койке. Дело в том, что ребята зачем-то взяли Тимбер. Да, мы прекрасно понимаем, что Тимбер, он вроде бы ок. Он, конечно же, может попробовать там убить паучков, но налицо огромнейшие проблемы в Эмпайр с поимкой какого-либо персонажа. В данном случае мы, естественно, говорим и о Миране, и о Эмбере, и о Брудмазере. То есть, допустим, 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 что они как-то смогут поймать Брудмазер на Карапейс, там, врывается Тимбер, она сжимает на Блокинг Бар, и они ее побьют, она убежит. А что делать с Эмбером? А что делать с Мираной? То есть, в данном случае налицо определенные проблемы с контролем, и, соответственно, мне интересно, каким образом имперцы решат все вопросы вот с полетами и прыжками. Да, интересная ситуация. Я почему-то думал, что, возможно, какой-то Марс появится на центральную, тоже любят брать против Брудмазер, он отлично создает. Кто угодно с контролем. Да, но контроль у него имеет. Я вообще, когда вижу пик, который имеется у Ликвид, я всегда мечтаю о Шейкере, потому что Шейкер и Мирану наказывает, и Бруде, может объяснить, мы уже видели разок, и против Эмбера он очень хорош, плюс Эмберу очень трудно защититься против Шейкера. Здесь мы видим, что герой, который вообще линию физически против Бруды проиграть не может, но, возможно, в будущем он соберет, например, либо Хекс, либо Атл, чтобы хоть как-то останавливать данное чудовище. Ну что ж, ладно. Первый баунти руны, две справа, по идее, без проблем должны забрать Ликвид, и, возможно, за третью здесь еще поборется Джеймс. Привязали его, очень больно Джеймсу. Три забирает Ликвид, и сейчас еще могут батареечки от Тайги пробивают Мирану, Миран мне очень больно, Мирана сейчас погибнет, да. Это Луна. Да, прошу прощения. Она тоже на окошке. Да, ну, все, простите, меня все уволено, Миран с другой стороны, все верно. Так вот, поэтому в таком драфте, это Луна. Да, поэтому в таком драфте, где у Ликвид слишком много мобильности, Мирана может и взлететь, потому что реально ее сложно останавливать, она действительно может реализовать себя как Кора, потому что здесь мало, очень мало контроля. При этом герой, который потенциально все это дело будет контролить, вот такой как Никс, он круто заходил бы, если бы он стоял в дабле, и он бы быстро набирал левел на отводиках, и тогда бы получал быстрый шестой левел, и сразу бы началась игра у имперсов. Но здесь он, черт возьми, стоит на трипл-линии, и, соответственно, отводов, скорее всего, не будет, экспи тоже будет очень мало, и один из самых ключевых героев имперсов получает стрелу, и ему конец. Да, вот это старт от Ликвид, здесь, конечно, прям такой прыть, я думаю, империя не ожидала, что вот так вот начнет играть. Сильная линия. Прям жесть. Тут прям суперсильная линия, конкретно она сильная за счет того, что котел очень крут против трипл-линии, своей волной, она, в принципе, наносит очень много урона, и вероятность того, что кому-то попадешь, она умножается на три, потому что три героя, соответственно, здесь имперсам, ну, где-нибудь на третьем левеле нужно постараться кого-то разобрать, этот третий левел сложный. Так, ну, центральная линия, как и говорилось, насколько против Лайтласса, Тимбер против Брудмазер, ну, сколько-то, ну, сложно, наверное, Вообще ничего интересного, я думаю, на этой линии не будет. Груда будет стоять регенится, Тимбер будет стоять регенится, там даже что-то у левела вообще импо можно не смотреть, вот интересно, как Эмбер сложной линии будет стоять соло против ДП, потому что ДП против милищников показывает себя достойно. Окей, самое интересное, наверху, продолжает здесь фармить Луна. Котел бегает, делая стаки. Так, плюс Мирана еще в том, что если она стоит против такой триплей, где ее нельзя на верочку поймать, то она стоит и лутает текст, как минимум, и иногда стрелой подфармливает листок. Вот конкретно в этом драфте Мирана, как бы это смешно не звучало, она хорошо смотрит, так гармонично, она сочетается с другим персонажем. Джеймс вновь погибает здесь у нас и это уже третье фраг. От печально, да. То есть, Никс остается, но уже в будущем можно резервировать себе линию, где он будет стоять и спокойно получать там седьмой, восьмой левел, потому что Никс в этой игре нуждается в этом, поэтому ему будет тяжело. Но пока сверхуверенный старт отвлекается, здесь, конечно, на линии, но Луна что-то хоть пытается здесь подфармливать, возвращается Джеймс обратно. Ну, просто гребил. Да, естественно, у нее ноль шансов там похарасить Мирану, соответственно, она пытается выфармливать хоть что-то. Здесь мы видим, как Джеймс пытается там помешать котлу, естественно, котелу не парится по поводу того, что не засталкал, поскольку в любом случае ну, они уже на этой линии убивают героев, соответственно, здесь ребятки уже довольны, поскольку Луна имеет супермало, а Луна плечевой герой. Луна это главный дпстер в команде. Там в миде, я смотрю, неплохо так пробили койку, там уже по тавру немножко подзаходят, но тут нападение наверху на боксе, но боксе лип решает. Лип просто выпрыгнул и все. Тимбер немножко начинает подушивать Бродмазер в самую малость. Ну, Брода просто уйдет. Я смотрю на центральную линию, я понимаю, что как только у Тимбера появится шестой левел, Броди вообще не смысл стоять против Тимбера, она спокойно уходит куда угодно вообще на любую точку карты и фармит лес, потому что она в любом случае Тимберу вообще ничего не делает много-много времени. Ну да, там уже второй реактив армора и койку уже подфармливают леса, но окей, здесь понятно, будет играть через Аганим. Так же на ней. Так, ну и снизу, снизу Микки на Эмбере 12 на 1 против ДПшки 17 на 6. ДПшка чуть получше себя здесь показала, но это пока. Опять же, Лайтласс идет вперед снова, снова на койку. Я думаю, что время ДПшка будет нормально все показывать, все-таки Стифончики против Милишника стоишь такой, закидываешь, даже если он врубает сам Гуарда, она все равно отхиливается, там, в общем, ДПшка стоять приятно против Эмбера. Ну вот у нас уже есть статистика по фарму, можно оценить. У нас наверху драка, проблемы у Луны, Луна погибает и это уже четвертый фраг при ряду. Анимации, сейчас Ликиды показывают хороший тимплей, здесь довольно-таки неплохо комбиниться Клокерк с Мираной, особенно если Клокерк умудряется кого-то закрыть и Мирану в этот момент вообще на самом деле хорошее просто а нужна ли им была эта треплава сложная, потому что обычно треплавь сложная приходит, когда ребятки уверены, что никого-то накажут и развалят, но здесь они реально приходят и наказывают их. Наказывают их, да, то есть у Луны очень мало. Мы прекрасно понимаем, что УДП будет очень много, которая стоит против Эмбера, но Луна нуждается в хорошем старте, чтобы у него был как минимум один слот, потому что за счет быстрого первого айтема она начинает моментально фармить лес. Так, ну вот шестой левел получает Лайтла, здесь начинает свою охоту на Койкова, но Койкова грамотно все делает, там паучками подфармил на линию, ушел в лес и продолжит фармить там. Так, Луна по-прежнему третий левел. Стрелу получает от боксия, еще Старшторм, упрыгивает боксия, ну, окей. Да, вот мы видим Нетворсы, но, кстати, по Нетворсу все не так уж прям отвратительно нормально, несмотря на две смерти, более-менее. Ну, вообще у Имперсов две линии, как бы вообще все шикарно. Возможно будет очередная драка, привязали здесь тайгу, Дим залетает, но батареечка работает, нужно быть аккуратней, блок, закидывает иллюминейт. Умперс, несмотря на то, что в сложной Луну поддушево, это она в любом случае какой-никакой фарм имеет, и главное, что другие две линии, они в полном шоколаде, то есть там сто процентов у Тимбера пошла, и у ТП-шки все. Простело немножко по ХП, а так кто-нибудь? А они оба просели с НБР. Столкновение было с Мики, да, какой-то снизу. Ну, в Миде начинает, начинает подавливать, конечно, Тимберсо, ну, Бруду не так уж сильно пробивает. Да и Бруде вообще порвано, она уже регенция. Ну, паучков забирать, разве что, приятно всегда, да, вот хорошо въезжать. Слово Тимбером приятно забирать паучков, потому что у паучков есть магический резист, там полно 40 процентов, и такие, допустим, герой, как Лина, они не с одного Нюхо всех этих пауков забирают, а у Тимбера, у которого чистый урон, он как раз паучков пробивает хорошо на любой стадии игры, поэтому Тимбер прям с ними расправляется на раз-два уже с шестого лайла. Джеймс продолжает умирать, уже, по-моему, третья смерть для Никса в этой игре. Ничего удивительного. Да, да, Тимбер, ой, у Мастери. Так, у Мастери проблемы могут быть, да, сюда пришел Котел, и Руминей. И друг побежал, хорош. Котел прям разваливает, то есть такое редко увидишь, но реально Котел, который вообще не качает второй спелл, у него первый, третий, развалил легкую, а теперь еще пришел и развалил сложную. Красавчик, инсцени. Да, еще и стакнул здесь. Ну, вообще идеальная практически игра на саппорте сейчас. Захиливает наверху у нас Луну. Луна себе взяла уже два в рейсбенда, не подачка, а просто тапок пока что летит. Ну, Койко продолжает в миде. Койко, причем еще и по левелу вырывается вперед. Ну, да, он подфармивает кем сверху. Вообще, по-хорошему, может быть, стоило бы поставить хотя бы один вардет, чтобы бруда оформила меньше, потому что там, по сути, вот вард поставил, бруда фармит кемп, если она его один раз не заформила, то вард уже, считай, окупается. То есть он уже работает плюс. Там, допустим, будет центряк. Там, если два раза подборщик кемп, то он уже окупается. Так, внизу. Перетяжка Джеймса, Джеймс до сих пор второй лоя-ло. Ну, да, ему вот... В итоге... Вот к чему все пришло? Вот NYX DP, Луна Оракл, то есть что им мешало сразу? Допустим, поставить Оракла и Луну на легкую, чтобы у нее все было супер-шикарно. И при этом отправить, например, ДП с NYX-ом в сложный. Было бы... Было бы получше для NYX-а, как минимум. Да, сильно бы особо не поменял это никак, обстановку. Спасибо. Ну, теперь у нас уже 6-0. Тысяча голды и преимущество за Liquid. Лайтлесс продолжает там еле-еле ковырять Т1, конечно. Забирать Тавру будет очень долго. Вспоминаются вот эти времена, когда у Тимбера был талант на, по-моему, плюс Торона. Там, короче. Ты убрал и шел сразу ломать. Вот были времена. Так, наверху. Стрела не попадает по Луне. За счет этого не удается ее тут подцепить. Но было опасно. Пятый левел уже боксинг. Тут время ДП-шечка. Да, ДП-шечка тут пока что на сифонах вроде живет. И, кстати, могут Инсейнюю сейчас забрать. Привязал Микки, не попадает. И вот... Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. В какую-то странную сторону задул котел, если бы он задувал в ДП-шечку. И Фистами добивает итоги ДП. Подловили здесь Микки, но Микки должен жить. Одного удара башенки буквально не хватило. Еще и Джеймс пробивает здесь. Да, в общем, видно, что Никс, он как-то не особо помогает. Он пока всего лишь третьего левела, и, соответственно, он не такой полезный, как котел. А котел, он приходит, заливает ману Эмру, седьмого левела, у которого там фисты, фисты, фисты. И, следовательно, котел уже на этой линии смотрится поярче. И как-то вот имперцы начинают сливать уже и вторую линию. То есть, вот как бы сложную они уже уступили, да. Прям все, все-таки наш трейдер. А теперь они еще пришли в легкую, и там возникает проблема УДП и Никса Сайсона. Так, четвертая смерть для Джеймса. Загибаем пальчики. Так. Сколько нормально развлекаться? Да, казалось бы, да, вроде с Пушхлитавра, да, круто. Смотрел. Сломали. Да, ну, смотрел, стал лучше, Микрит. То есть, раньше вот в игре с Шейкером помнишь, он там просто контрол-1, у него там, в принципе, все плуки бегали с брудаю, а здесь он уже получше. Микрит, он контрол-1, контрол-2. Так, у нас наверху нападение на Т-1, стрела. Ой-ой-ой, да как же вы так неаккуратно встали. В итоге, ладно, чудом выживает, там Луна снова погибает, Джеймс. Пятая смерть. Ну, поехали. Уже я кулачок-1 зажал, бокс погибает здесь за счет экзорцизма. Вообще, любой плюс-1 на эту линию, какой-нибудь тембером он бы моментально был и Луна. Так, Эмбер сейчас может прилететь. И ДП, тут просто бегает ДП, 200 хп, почему-то нет. Он сейчас может прилететь, но почему-то да, действительно, не летит. Продано. Да, продано даблкил делает здесь мастери, заберут, наверное, тавер. И нет, пока не забирает, потому что глип фортификации. Приходит Тайга. Отхилился на мастери, и уже теперь поздно лететь. Там реально два героя бегают на 100 хп под вышкой и уйдут в пульт. В итоге ДПшечка что там, в засаде? Ну, ее уже рассекретили, как минимум. Я не знаю, что делать мастери. Просто стоял. Ну, у него сифоны 4-го левела, он получает стрелу, там тавер еще посключается. Нормально, нормально. Получил три лишних ореха. Надо бежать. Надо бежать орку, которая думала спасать. Изначально вопрос, что он там делает? Он ждал, когда ДП откроется. Другое дело, что зря получил три лишних ореха, но в любом случае погибал. Микки. Микки очень опасно врывается прямо под тиммейт. Еще один бим нужен, наверное. Сюда приходит уже и Тимберсоу. Микки! На лоу хп в итоге подрезает луну. Не могут его здесь подцепить. Да как же неаккуратно все делает Империя. Ну, Микки хотя бы заберите. Да, Микки подрезает здесь перетянувшийся Лайтлесс на Тимберсоу. Но это как бы печаль все равно. Это уже получается третья смерть для Луны на линии. Они с Тимберсоу захотели, чтобы Луна страдала. Я не знаю, они поставили ее сложную. Причем, ладно, там были два мощных друга, которые выиграли ей линию, так нет. Там был Никс, который умирал по КД и в итоге забирал у нее Экс, потом он с этой линии ушел, еще ДП пострадал на легкой линии. В итоге Луну просто бросили в один момент, а пришли к ДП и ее подставили. В итоге они по собственному желанию отдали две линии. Да, и вот результат. Казалось бы, Тимберсоу отступил, отошел буквально на минуту помочь наверху, а в миде уже кое-какое практически сломал Тауэр сразу. Ну да, и Тимберсоу не имеет права уходить в центре, потому что другие герои пока слабоваты против бруда. Естественно, Death Prophet, если придет в мид, ее моментально убьют вообще в Секу. Там просто набегает толпа пауков и эти пауки сразу не умирают от Крипсварма. Кстати, это Никс. Ну, шестая смерть, поехали. Слово, смотри, вот как раз ему оставили линию, он сейчас надеется, что может быть он поформит, но проблема в том, что на этой линии остался в Эндерспири, и он 10-го левла, естественно, Никс остается, что поформить не даст. В общем, Никс, он нуждается в помощи. Здесь, что... Я бы сказал, не только Никс дождается помощи в этой игре, потому что... Никс прям нужен шестой с Вендеттой, потому что без Вендетты это, ну, сразу что минус герои. Луне бы тоже помочь, как бы, учитывая, что там... Да, да, просто вероятность того, что Никс поможет Луне, она вообще минимальна, если Никс не возьмет шестой. Вероятность того, что Никс подкопает кого-то днем, когда там бегают такие герои, как Эмбера Бруда, вероятность этого крайне мала. Что, 5000? Это много. 5000 уже много, да, задинали щитавр наверху, ликвид не отдают денежки своему оппоненту, прям, прям ни копейки. Ну, надежда на Тимбер, не знаю, в этой игре, ну, с ДПшкой, потому что, ну, Луну мы вообще забываем, потому что у нее Нетворд 3 700, даже котел из противоположной команды ее обгоняют. На Тимбер можно было бы надеяться, если бы он купил какой-то контроль и имел бы какие-то ресурсы для влияния на карту, а сейчас любой герой, который встречает Тимбер, Ипох уходит сюда, уже есть перетяжка от Ликвид, сбивают ТП, Вилу Висп, залетает торпеда в ДПшечку. Потому что у Эмбера есть ресурсы для влияния, он приходит на любую линию, кастует Чайны, и герой не уходит. Допустим, даже у Козла есть какие-то ресурсы для влияния, он просто сбивает Тильфорт. А сейчас любой герой, который видит Эмбера, он может просто начать убегать, и герой здесь бегает быстро, либо делает ТП-аут. Да, ситуация, конечно, хуже не придумаешь. Уже 6000 на 14-й минуте. Микки, там скоро Дезолятор уже появится, буквально чуть-чуть осталось до первого Митрилхаммера. Лес подфармливает Луна, но Луна тут только-только сейчас еще не дофармила себе даже Доминатор. У Луны еще есть такой момент, что здесь есть. А тут врыв уже. Он уже приехал. Да. Бежать? Забрали здесь у нас Оракла, побежал вперед Микки. У Луны проблемы, нужно Луну спасать. Микки до конца, подвеска очередная, и Кайква уже здесь. Минус Луна. Тимберсо, конечно, живет от него все в рассыпную. Неплохо здесь выдает Луна. Ну просто подбегает. Докверка можно даже отдать, на самом деле. Он свою миссию выполнил, а вот остальных поймать трудно. Так, Джеймс, ну настал твой звездный час. Давай, дружище, Джеймс, ну помоги хоть чем-то. Подкопали Микки только одного мастери, дают Сайленс мастери, сгорает от Старшторма. Бокси запрыгивает, Джеймса, кстати, там подтолкнул Инсене, но в любом случае его забрали. Есть Фолз Промис на Тимберсоу, но Тимбера просто игнорят, его просто бьют. Тимберс Бладстоуном выживает, но не отрегенивается. Бейтс и Дикт, за ним там продолжается погоня, подвязали, и даже на Тимбера нашли управу сейчас Ликвид. Полнейший провал, не знаю, от Империи не знаю даже, что добавить здесь. Просто их избивают, как хотят. Здесь слабенько, да. Слабенько выступает, ребятки. Может быть там пауза их сбила, длительная. Потому что прям с первой карты как-то не... Может быть они сами себе передумали с вами вот этими выходами сложную, где Трипла пришла, по сути ничего не сделала. Может быть Бруда так на них повлияло, потому что взяли Тимбер, как я и говорил, как бы Тимбер, он решает только один вопрос, что линии не проигрываются, но Тимбер вообще не решает вопросов по игре. И здесь вот мы видим, что перед ним бегает бокси, а как его поймать без Вендетты? Как вот, что ему можно сделать? Вот Эмбер нашел, дал чейные. Клокер-кварт, например. Ну или стрелазный, какая-нибудь условно. А как вот допустим ДП котло объяснить, что он неправда? Да никак, он просто стоит перед ней и сдувает. Что-то мне кажется, сейчас начнутся похорон, там уже и Диффуза появились. Не, похорон давно начались. Ну не, я имею в виду уже все, знаешь, что-то вот. Мы скоро поминать будем. Диналочка, да. Та самая. Пора уже. Так, Джеймс. Джеймс, Вендетти. Ну да, видит койку 15-го левела и вряд ли он что-то ему сможет сделать. В принципе, как и Тимбер, койку просто уходит отсюда, в это время вниз идет перетяжка от команды Ликвид и, возможно, в теории нападения на Мастере. На Мастере нет. Вспевать, слушай, улететь. Ну там хотел бы пораньше. Чуть-чуть, если бы раньше закинул, то взбил бы ТП. Да. Ну да ладно. Минус вилу висп. Хорошо. 8к, все еще перевес. Там в лесу продолжается путешествие команды Ну да, здесь просто Ликвид и нашли Луну. Луна минус. Если бы была команда послабее, то, возможно, у имперцев была надежда, что Ликвид и загуляют. Да. Где-то Мирана потратит лип, где-то у Эмбера не будет ремнанта, но конкретно вот в такой игре Ликвид и умеет. Так, фукшот, врываются на Джеймса, стирают его моментально, Мастере подходит, вгрызается в тайгу, погибает, правда, в это время у нас еще и Оракл, Мастере с Экзорцизмом забрали здесь, конечно, тайгу, Микки просто убегает из драки, Койка выйдет вперед, вгрызает в Мастере. Просто бегают, значит, хотим убиваем, хотим нападаем. А, минус Мастере, ну а Тимбер Соу оставляем на потом, напоследок, да, залетает в него стрела, еще и Бланет Лайт, Тимбер, до свидания. Конечно, очень битые сейчас Ликвиды, очень, сейчас бы в идеале раскастовочку какую-то. Идеальный момент. Я думаю, что сейчас могут написать. Потому что реально они так их развалили, просто в пух и прах. Видно, что, да, видно, что имперцы, они мало что могут сделать, и в ближайшем будущем ничего не изменится, вообще. Вот ничего не изменится. Тимбер собирает как бы вещи на замес, но видно, что тут проблема не с тем, что, допустим, Тимбер делает мало урона, тут проблема с тем, что люди просто бегают у них под носом и убегают в любой момент, когда захотят. Никс, естественно, пытается, старается, но он вообще без левела, без всего, вот он просто появляется в драке, он там ловит что угодно, там, не знаю, хук, шот, стрелы, чины и моментально отваливается. Я бы сказал, даже больше проблема не то, что Тимбер не наносит урона, а в том, что Луна не наносит урона вообще никакого. Да, учитывая, что это ваш керри и у вас была трипла, по идее, трипла, которая должна была работать и которая позволила бы Луни фармить, в итоге этого не получилось, это полнейший провал. И команда по слабе, она бы, скорее всего, может быть, там где-то бы допустила ошибку, там нет ремнанта, нет липа, там кого-то поймал, брода не рассчитала свои хп и погибла, но конкретно ликвидов в такой игре, вот этот спидпуш, макро, вот эти вот вылазки, они в этой игре очень хороши, поэтому здесь, естественно, на подобное лучше не рассчитывать, в такой игре ликвиды ошибки допускают, но редко. В итоге они продолжают пушить линии, например, брода подпушивает вверх, а здесь бегает эмбер. Да, Микки врывается, подкопали там, конечно, тайгу, лайгу, стрела, минус оракл, пошел вилл-у-виз, по-двоим, хорошо, бланник лайт, клофверк здесь, сейчас будут батареечки, мастери никто не отпустит, лайтласса тоже, ну, я думаю, ребята все понимают. Да, это ГГ, это очевидный исход. Это просто ребята переграли в салатень, то есть, конечно же, пик, он имеет свои достоинства, и там, и с одной, и с другой стороны, и здесь ликвиды показали все достоинства своего пика, заметьте, даже не душил Мирану, хотя бы мог. Не, ну, Мирана здесь хороша, причем тут стрелы заходят. Я сначала сказал, она очень хорошо в этот драф заходит, а имперцы, они, ну, короче, перефидили. Самое главное в этой игре то, что еще и стрелы залетали без какой-то либо комбинации, просто сами по себе уже залетали в цель. Знаешь, как обычно любят брать Мирану под какую-либо комбу, под какую-то, либо дизейбл дополнительную. Даже это не потребовалось, да и прям хочется найти какой-то позитив. Как мы его находим. Ликвиды развалили в салатов. Отлично, замечательно. Браво, 1-1. Вы, как обычно, в своем репертуаре, я пытаюсь найти позитив в игре Империи, но прям вот не за что зацепиться. Ну, единственное, что тимбер фарм. Они учатся играть, это главный позитив. Ну, так вроде на первой карте неплохо все. И играя с сильным противником, ты чему-то учишься. Ну, хорошо. Мы готовы передавать слово нашей студии аналитики. Спасибо, Ликвидам, что научили Империю играть под львпатмы и бруды. И еще брать контроль, возможно, немножечко хотя бы. Вот так вот. Потому что я сдавался этим вопросом еще во время аналитики. Серега сказал, что это, наверное, не проблема. И, возможно, Серега сейчас скажет, что это вполне еще, вероятно, не проблема. Но перед этим я сообщил вам о том, что вы можете зайти на SummerSport.ru для того, чтобы зачекать там всю статистику и пообсуждать этот матч. Да, Серега? Ну, не проблема, если дополнить еще на третью позицию героя, которого я просил. Если ты стоишь кентавром в миддл, тогда у тебя не проблема. Кентавр начинает, ты дополняешь это все сайленсом, и тогда все это неплохо идет. Я просто говорил об этом еще после того, как Тимбера пикнули. Говорю, мне кажется, нет контроля. Ноль его. И ты такой, ну, в принципе, не так страшно. Нет, здесь максимально хороший герой был в том плане, что он еще и Виллу Вис вообще никак не ломает. Да. Один из, наверное, самых плохих героев относительно всего, кроме Руды. Я хотел, чтобы был лайфстилер. Лайфстилер был, он отлично заходил. Во-первых, он не ловит стрелы, так, как это делает. Он не стоит в чайниках Эмбер Спирита. Он не... Он ломает Виллу Вис, самое главное. У него, опять же, если был бы лайфстилер Кентавр, у тебя была бы Мфестбомба через Даггер, у тебя была бы Мфестбомба через Микса. Опять же, ты можешь через него гангать. Тоже очень круто смотрится. Проблем все в том, что Никс был пациентом в таверне, правда, в 90% времени. Ну да. На 10% он принес бы Никса к ним. Точнее, на их... Тут очень трудно делать, потому что Никса и Оракал это не тот из эпох, который хочет против Мираны и против Эмбер Спирита. Ну, а тем более, когда у тебя еще и Бурда есть, который тоже бегает на жестком мухспиде, и ты ничего сделать не можешь. В момент, как гениально жил Микки, убив сначала Бэншу, потом убег Воргу, потом... Здесь Клок сейчас очень... За счет него стрела залетит еще и в углу. Что Клок, ты говоришь? Клок, Клок, Сань, прикрыл его. Ну, сейчас попавецил Коги, вытянул еще кучу времени. Хотя, Ладнадзе здесь не убьют, а он доест таким видят ультимейты. Ну, там тяжело было завансовать скорость. Да, да, да. Но зато Крипову забируют. Ну, вообще, ситуация, то есть, по карте ужаснейшая. То есть, Бурда и так стояла, то есть, фрифармал это немножко по-другому выглядит, но то есть, комфортно. Крипы его не умирали, он все забирал, в леса подфармал, то есть, левел был, деньги были. И Тиммер понимает, что команда, ну, скажем так, открывает рот и у него что-то залетает. И на нижней линии, и на верхней линии. Нужно помогать. А если на секунду ты не уходишь, Бурда ее съедает и увеличивает область его влияния. То есть, как этот зерги Крипу раскидал всю паутину и начинает быстро-быстро бегать. Я думаю, мы можем продолжить смотреть хайлайты вообще один за одним, потому что буквально один за одним-то все и происходило, да, игра закончилась до 15-й минуты. Да, то есть, здесь опять же, да, находит очередного оркла, то, что он здесь вообще находился, это достаточно большой вопрос вызывает. Ну, это его половина карты. А, ну да, конечно, это его половина карты. Такая вот история, да. Только надо стоять сзади Луны обычно. Но если только ты, конечно, не занимаешься тем, что фейс-чекаешь, чтобы твой тиммейт фармил, да? Да, но здесь ты не спасла ни его, ни Луну. Так, я немножко потерялся. На оркле не фейс-чекают обычно. Вот, ну и здесь что-то момент какой-то очередной мини-зарубы. Джеймс... Почему-то, кстати, я не очень понял, что это было. Он вообще... Ну, зачем он станел Эмбер-спирита? То есть, почему не Браду? У него был флан, и он его придерживался. Хорошо. Здесь прикольно ворвался Тимбер в стрелу. В стрелу, да-да-да. Да, закрыл друга. У нас им не особо помогло. Они просто бегают, их нечем ловить. Просто нечем. Да-да, кетча нету. Если них умирает, они умирает очень быстро. У него ничего. Так, ладно, парни, какие-то негативные слишком. Давайте больше позитива. Ликки круто сыграли. Давайте рассматривать это с другой стороны. Ликки отыграли дефолт, к сожалению. То есть, если бы мы от них что-то нового увидели, да, но это Бруда. Это Бруда, Патма, все то же самое. Эмбер Спириты. То же самое. Ну, Тайга молодец, конечно, красивый хокшот давал, но здесь, когда ты доминируешь, сложно давать их плохо. Инсения собрал Спирит Весел на супер ранних таймингах, если взять, что он пятерка. У него доминейтинг там был самого старта. Да, да. Ну, посмотрите, топ-4 на Творса. Спасибо. Но мы сегодня увидели топ-1 на Творса Чен, топ-4 на Творс Котел. Ну, что он? Бетерки поднимаются. Бегает стака из Телеса, потом их выфармливает. Плюс киллы у него в начале тоже были. Если у тебя там какие-то стартовые, есть там Транквилы, тебе, в принципе, Котелу-то ничего не надо. Он вот на Транквилы бегает всю игру, и он уже полезен. Если у него есть левел и так далее. Ну, он освободил просто своих коров от того, чтобы они собирали Весел, соответственно, дал по факту своим корам плюс деньги. Ну, да, Мир Спирит, я думал, что он будет собирать, в итоге он просто раз в Дизоль, и пошел, поехал. И каждый драк начинает с того, что даешь члены фисты, члены фисты не просто ради Дизейбла, а еще и плюс Дизоль, плюс урон. Ну, да, на самом деле Дизоль это, наверное, было в последнем, только в последние минуты, потому что на 17-й милл... Нет, это правда. Один раз он нажал два фиста, поздравляем его с этим. А больше и не надо было. Да, да, да. Вот, к сожалению, да, игра получилась крайне печальная, и не потому, что СНГ-коллектив проиграл. Это, в принципе, в порядке вещей, если взять то, что, ну, как бы, да, ну, Европа, СНГ, ничего страшного, все-таки соседи. Вот, но грустно с точки зрения интереса, потому что интерес закончился примерно на пятой-шестой минуте, когда доминация ликвидов уже составляла слишком большой объем и по киллам, и было видно, что трипла не сработала от слова совсем. Ну, это те метовый персонаж с 5000 дэмэджа. Да. Можно как бы периодически и не в метовый играть. Можно. Ну, слушай, у Херо дэмэдж, у Бруды, кстати, тоже 5. Она вообще забила, она все. Она вообще не дралась. Да. Она просто фармила центр, пока фармила артефакты, пока там драка происходила. Посмотри просто на ГПМ этой Бруды и сравнивать с любыми героями на этой карте. То есть это, значит, такой задел в глубокое будущее. То есть она и сейчас уже могла бы вписываться, просто ей нужно было, команда так выигрывала. А если что-то прошло не так, следующий слот был бы какой-нибудь там БКБ, например, и врывается Бруда с ультимейтом, с мясами, под диффузами и просто съедает. А, в последней драке как раз она была, и ее как бы хватило. Подключилась команде, которая и так доминировала на протяжении всей игры. Да, даже с Агонимом-то и даже с самой не надо подключаться. Мы знаем, что Брудята там сами со всем разберутся, если захотят. Опять же, они жестко апнутые, хотя талантов еще не было. В любом случае, друзья, я даже не знаю, что здесь добавить. Хочется только отойти на паузу, наверное, дождаться третьей карты, которой мы будем надеяться, что в Империи получится все намного лучше. Они смогут эту паузу использовать с пользой.